Девушки отдыхают В 2086 году, когда мировое правительство скатилось к диктатуре, смертная казнь стала обычным делом. Но люди боялись именно этого. Седации. Это наказание грозило только за измену Родине. Что до меня, то очень давно я работаю гробовщиком и палачом в одном лице. Занимаюсь изготовлением одиночных камер и приведением приговора в исполнение. Вот как это работает. Девушки отдыхают. Руки вытянуты в стороны под углом 30 градусов, ноги на 45. Перед помещением в ящик предателей усыпляют. Глаза, уши и рот не повреждаются, но все они плотно закрыты. Через горло вставляется дыхательная трубка. Для подачи питательных веществ мы используем три капельницы в случае отказа со временем одной или двух. Для удаления отходов используются катетеры. Приговоренных запечатывают и хоронят на публичном кладбище предателей. Автономных запасов хватает лет на 80, но с этого дня они уже считаются мертвыми. Ужасно, не правда ли? Такой была моя работа последние 20 лет. Я уже практически свыкся с ней. Каждый день на кладбище предателей хоронили одного человека. История приговоренного каждый раз попадала в вечерние новости вместе с его неистовыми мольбами о помиловании. В течение многих лет это не причиняло мне беспокойства. Так было до прошлой недели, когда за измену родине осудили меня. Я не спорю, я виновен. Но после того, что я видел, удивительно ли, что я решился на убийство. Этот режим должен быть свергнут. Этой варварской практике одиночного заключения должен быть положен конец. Но для этого нужно что-то большее, чем такой человек, как я. Сегодня я очнулся после седации. Глаза и рот залеплены. Оглушительная тишина и ослепительная чернота окружили мой охваченный паникой мозг. Срабатывает реакция «бей» или «беги». Вот только это невозможно. Ты запаян и не можешь пошевелиться. Невозможно сдвинуться ни на миллиметр. Даже пальцы застыли на месте. Остается только думать обо всех тех людях, которых я поместил сюда. Обо всем, что я хотел бы сделать по-другому. Не знаю, сколько я уже пробыл здесь. Может быть, больше недели. С трудом в это верится. Время тянется бесконечно долго. Я бы выбрал смерть, если бы мог. Отдал бы все, чтобы отвратить предательство, которое я совершил. Семь тысяч человек, которых я убил. Я сделал это только для того, чтобы спасти других от невыразимых страданий. Я делал это, когда они были под действием успокоительного. Шприц с воздухом в вену, чтобы вызвать эмболию и остановку сердца. Одному убийству каждый день в течение двадцати лет. Здесь, внизу, живу только я. Живу жизнью предателя.